Девушки отдыхают Как такой документооборот разнообразит интимную жизнь соседей, обсудим с нашими гостями. В студии Ольга Войновская, кандидат психологических наук, доцент КФУ имени Вернадского и Владимир Халаимов, председатель коллегии адвокатов Республики Крым. Господа, ну, собственно, вот она сила закона в интимной жизни, да, и такое бывает. Владимир, насколько я слышал, юристы, народ весьма дотошный, щепетильный, да. Вот в вашей практике, как судебной, так и бытовой, вы встречались с подобного рода документооборотом? Ну, на самом деле нет, хотя, ну, уже по интернету гуляют всякие, скажем так, варианты, как исходить из этой ситуации. Типа акта выполненных работ? Ну, да, да, фактически, да. Акт составляет, нет, вначале, для того, чтобы вообще полностью обезопасить себя мужчине, ну, потерпевшая произносила, в любом случае, женщина, соответственно, обвинять будут мужчину. Вот мужчине, чтобы обезопасить себя, надо, так вот мы прикидывали, вначале надо взять свою, ну, женщину, скажем так, с которой собираешься провести половой акт, отвезти к нотариусу, получить у нее согласие. На его... Каждый раз или... Каждый раз, вот в том-то и дело. А потом еще есть разъяснение Минюста Украины, где говорится, что, в принципе, женщина может и отозвать свое согласие. То есть, по идее, он каждые пять минут, наверное, или даже меньше, в процессе спрашивать ее, а не передумана ли она. В дальнейшем, по окончании, я так понимаю, надо составить акт выполненных работ, где прописать, что было по обоюдному согласию, там, работы выполнены в срок и качественно, и, соответственно, никто не имеет претензий друг к другу. Ну, вот, наверное, только после этого можно спокойно выкорить сигарету и спокойно, ну, расслабиться. В этом случае и смех, и грех, причем две составляющие в одном процессе, действительно, да, Ольга? Ну, вот интимная жизнь, на то она и интимная, да, это что-то вот такое личное, да, что-то, ну, интимное, сокровенное, а тут, как бы, да, ну, не на всеобщее обозрение, но в любом случае, разве вот такого рода бюрократизация самого процесса, она не нивелирует взаимоотношения двух людей? Ну, знаете, правильно вы подметили, что интимная жизнь, это вот особый вид отношений, который подразумевает даже некоторую игру, флирт. Женщина, как бы, должна тоже там все... Вроде как не хочу, не буду, да, но согласие написала. Ну, вот что-то типа этого, то есть она, это вообще игра заигрывания, это какое-то вот особое, ну, такое таинство, я бы даже сказала, которое вот это необходимо, вот это вот отказ, там, мужчина что-то старается сделать, там, вокруг нее походить, там, что-то ей красивых слов наговорить. То есть это целая вот интимная игра, которая потом приведет, ну, к определенному, так сказать, процессу. И когда мы сводимся только, ну, к компьютеризации отношений, да, нет, плюс подписи, ну, это, ну, вообще, конечно, катастрофическая вообще вещь, в принципе, для психологии. Вот мы на это смотрим, как на какое-то, ну, наверное, начало какого-то прям катастрофы. Не то, что это в Украине, то, что вообще-то между людьми такая вообще тенденция возникла, вот нас больше вот это настораживает. Ну, мы, в принципе, еще к опыту всемирному, наверное, да, в этой сфере вернемся, да, Владимир? Я бы хотел продолжить все-таки юридические, наверное, моменты, оговаривать, я сейчас говорю о всевозможных актах, поправках, документах и прочее. Вот пара из Николаева, да, уже составила акт на проникновение в другого живого человека, да, и, по сути, сейчас в интернете такого много гуляет, где нужно указать паспортные данные, номер телефона, ИНН, да, если это Украина, время, когда будет проходить это самое, прошу прощения, проникновение, да, вот, аналогичные данные второй стороны. Вот, по сути, пока заполнишь, уже, ну, так помягче выразиться, уже будешь удовлетворен, да? Вот, неужели действительно до подобного может дойти и доходит? Вот вы, вероятно, знакомились с этими поправками, там действительно настолько все сложно в плане бюрократии? Ну, давайте я вам объясню, в принципе, разницу, скажем так, между тем, что было раньше и что сейчас, вот, с 11 января не вступили в силу поправки Уголовный кодекс Украины. То есть, если ранее, то, ну, в принципе, это прошлая, скажем так, редакция статьи, она была еще, перекочевала из основ законодательства СССР уголовного. То есть, там было, фактически, изнасилование, это совершение полового акта с применением насилия или угрозой применения насилия. То есть, фактически, это действия какие-то, направленные на подавление или использование беспомощного состояния жертвы. То есть, соответственно, какие-то действия, которые, скажем так, подавляли волю лица, ну, женщины. А вот в новой редакции, которую приняли, фактически, там проведение полового акта без согласия лица. Понимаете? То есть, если ранее это были какие-то действия, грубо говоря, именно действия, как таковое, то сейчас, фактически, изнасилование, это уже состав, ну, бездействия. Потому что ты не получил согласия или получил его, но не зафиксировал каким-то образом его получение, и ты, соответственно, попадаешь под уголовную ответственность. Ну, вот я тоже немного читал, и там вот, по сути, проникновение, ну, не буду говорить там части тела, да, это, я думаю, всем понятно. Но по факту получается, что если ты насильно накормишь там супругу конфетой, да, то это уже подпадает под изнасилование. Ну, теоретически, если так смотреть, то да. Ну, вот, Ольга, на самом деле, а может идея закона-то и неплоха, да, я говорю о лучших его побуждениях, вот защитить женщин, допустим, жертв домашнего насилия, хотя среди таковых бывает и мужчина, да, как показывает практика, но вот, может, просто ее реализация на фоне там европейских каких-то поправок выглядит коряво? Ну, не скажу я ничего хорошего, вот даже не могу ни одной крохи и капельки найти пользы от этого закона. То есть, если нужно кого-то защищать от насилия, то это совершенно другие, мне кажется, механизмы, совершенно другие, как и юридические, так и психологические. Ну, я могу только за себя говорить, но то, что вот подвели уже такую вот черту прямо вот самого интима под какие-то бумажные вещи договорные, вот это вот, ну, это далеко не с этой серией проблематика, но это не борьба с насилием. Это больше механизм психологический, наверняка вот юристы тоже с этим согласятся, это механизм манипуляции, шантажа. А теперь, значит, ну, мужчина, чтобы получить свой, так сказать, супружеский долг, ради которого он женился, кормил семью и создавал семью, он теперь будет просто у женщины под каблуком. На коротком поводке, да? Ну, на поводке, вот хочется как-то мягко выражаться, да, в эфире. То есть, это вот полный шантаж над мужчиной, и вот это грустно и, можно сказать, даже страшно. Ну, вот на самом деле это открывает огромное поле деятельности для афер. Вот с юридической точки зрения, Владимир, действительно, если, условно, произошел секс по обоюдному согласию, да, но никаких документов или, там, договоров и прочее, и прочее не было оформлено, то девушка, там, особо ушлая может это использовать в свою пользу, да, и таким образом просто шантажировать. По сути, значит ли это, что будет больше заявлений об изнасиловании, вызовет ли это волну какую-то на Украине? Ну, я думаю, что да. На самом деле, сейчас, фактически, скажем так, ну, если посмотреть на этот закон, то, по моему мнению, это, ну, они фактически убирают презумпцию невиновности. То есть, если ранее, допустим, обвинителю необходимо было доказать, что, там, мужчина, там, совершил насилие, или угрозу применения насилия, какие-то действия, вступил в половой акт с женщиной, то в этой редакции статьи теперь самому мужчине придется, который будет обвиняемым, придется доказывать, что он получил это согласие. А, в принципе, как он это докажет? Ну, практически это невозможно. По сути, этот закон тогда антиконституции, господи, против конституции, скажем проще, если он отменяет презумпцию невиновности, когда человеку приходится, ну, по сути, доказывать свою невиновность, да, даже если там какие-то существуют факторы, говорящие об обратном, да, но у него нет шансов в этом случае? Ну, шансы есть всегда, но для злоупотреблений, конечно, место большое очень разбирается. И тут даже если, вот, ну, практику брать судебную, скажем так, у нотариуса заверено завещание. То есть, это специальный человек, посаженный государством, который удостоверяет волю лица на совершение действия. У меня такое ощущение, что нотариусы или юристы, именно они лоббировали принятие этого закона, потому что они в большей степени выигрывают. Ну, я не согласен, потому что, ну, то есть, адвокатам нет необходимости, скажем так, лоббировать такие законы, потом для того, чтобы вытаскивать своих клиентов. Клиентов, поверьте мне, хватает и так, которые... Это была шутка в большей степени, но, тем не менее. Ольга, ну вот, украинские законодатели, они сами признаются, что ориентировались на европейский опыт в большей степени, да, подобный закон уже существует и какое-то время действует в Швеции. Во фарацузском законодательстве там тоже произошли изменения касательно изнасилования, да, начиная с определенного возраста. И вот эти нормы, они реально в большей степени решают там проблемы, наверное, из области прав ЛГБТ-движения, да. А вот в Европе там их, конечно, огромное количество, да, но у нас-то, слава богу, людей с обычной ориентацией, да, и в том числе, я говорю, у нас там, все-таки, считая Украину страной братской, да, и у них тоже там с традиционной ориентацией это людей больше, хотелось бы это верить, по крайней мере, ну, не считая правительство, наверное, в переносном смысле. Ну, ментальность у нас, конечно, разная. Вот то, что там подходит Западу, нам не то, что не все подходит, нам очень много они подходят, у нас совершенно другая ментальность, это раз. И вот пока вы задавали вопрос, вот всплыла сказка, знаете, «Церевная лягушка», когда вот эти сестры, не сестры, не вестки копировали вот эту вот «Церевную лягушку», когда она там рукава заливала, и потом лебеди там, и все красоты там ею получались, и как это смешно было со стороны там старших невесток, кто помнит эту сказку. То же самое, вот похоже это и на Украину, так это нелепо все выглядит, это выглядит, ну, как минимум смешно, ну, горько, обидно, это вообще, мы еще даже, наверное, сами не поняли, что это вообще. Мне кажется, что это какой-то дурной сон, который мы проснемся, этого не будет, этого уберут. Что-что, но после, правда, церковного вот этого раскола уже тут, ну, просто ничему не удивляешься, поэтому это что-то мы еще, по-моему, до конца не осознали, что это происходит. Ольга, я, например, не поддерживаю этот закон, отнюдь вообще нисколечку не поддерживаю, но тем не менее, вот, хотелось бы вернуться к домашнему насилию, да, которое все-таки, к сожалению, имеет место быть, в том числе и в нашей стране, да, ну, соответственно, и в других безоговорочно, но вот все-таки какие-то нормы, которые помогают защитить права и женщин, и мужчин в этом направлении, они ведь присутствуют в этих поправках, разве нет? Ну, я не вижу. Может быть, кто-то еще присматривается. Вы категорично отрицаете, а другие моменты, которые позволят? Вы понимаете, я как психолог смотрю, я вот не вижу ни одной психологической пользы в этом законе. Если нужно защищать семью, для этого нужны другие механизмы юридические, ну и, конечно же, психологические. Мы всегда тоже, когда мы работаем с семьей, мы разбираемся, почему так произошло, почему насилие, почему твой выбор такой, почему ты выбираешь партнера, который тебя бьет, не ты ли сама ли провоцируешь, что тебя бьют. Но есть потенциальные жертвы, да, которые, в принципе, сами по себе такие. Вот, 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 всегда это в динамике, всегда это вдвоем, эти отношения строятся вдвоем. То есть никогда не бывает, ну, редко встречается в практике женщина, которая вдруг попала на садиста мужа, и так случайно. Чаще это какая-то садомазохистическая пара такая, это нужно разбираться и психологически решать, или юридически, или и так, и так. Но этот закон, на мой взгляд, далек от этой проблемы. Ольга, ну вы вот сказали, да, все-таки хотелось бы дожать вот это направление психологии, вы говорили о том, что женщина может таким образом шантажировать мужчину, да, даже в быту, держать его на коротком поводке или под каблуком, кому как нравится. Или мстить, если вдруг она заподозрила, что мужчина, муж изменяет, она может ему просто таким образом мстить, например. Но вот исходя из вашей практики, в большей степени, вот, домашнему насилию, кто подвержен, да, и кто является инициатором? Потому что, допустим, принято считать, что грубая сила, да, мужская, она в большей степени, вот, порочит эти семейные ценности, да. Но, как показывает практика, встречается и среди хрупкой женственности подобные примеры. Ну, знаете, Александр, я вам скажу такую вещь. К счастью, в практике все реже стало встречаться семейное насилие. Я в практике очень давно, больше 10 лет, вот. Вот эта тенденция, я вам говорю, как человек практикующий, да. Далее, из того, что есть с насилием, повторюсь, чаще мы приходим к выводу с самими женщинами, что в какой-то степени они провоцируют эти, значит, насильственные действия. И, конечно же, хочется сказать, ну, представьте себе, женщина вообще, ну, такое существо противоречивое. Там, где она говорит «да», это не всегда «да». Там, где она говорит «нет», это может быть «да». И вообще, и так мужчина дезориентирован в этих отношениях. Тут еще вот такие вещи будут происходить. Плюс еще, конечно, хочется затронуть такой момент. Представим себе романтическую встречу, которая, ну, якобы, к интиму приведет. Вот романтический вечер, бокал шампанского. Как мы будем этот вопрос смотреть? Вот я выпила, поэтому сказала «да». А если бы я была трезвая, я бы не сказала «да», я бы сказала «нет». То есть, где вот эти грани? Вы понимаете? Поэтому не вижу я в этом пользы психологически никакой. Да, ну, видите, вы не увидели, но народным-то избранникам на Украине виднее, что народу нужно, да? Но, Владимир, а ведь действительно, да, если мы говорим о подобного рода нововведениях, это, по сути, новая практика, но в свое время подобную реакцию вызывал, пусть не такую бурную, но тем не менее вызывал и брачный договор, да, на постсоветском пространстве. Было ведь и такое? Ну да, действительно, брачный договор, по большому счету, он и до сих пор не сильно получил распространение у нас. Вы составляли, нет? Да, составлял. Ну, я вам скажу, больше его составляют предприниматели, которые занимаются бизнесом или еще что-то. Это вот где-то обычные граждане редко приходят к брачному договору. Поэтому... Ну, а то, что касается вопросов насилия в семье, скажем так, изнасилования, например, ну, в прошлом веке, ну, в 20 веке, в начале, если я не ошибаюсь, вообще была дискуссия о том, может ли муж изнасиловать жену. То есть на полном серьезе ученые, юристы утверждали, что... Или наоборот, такое тоже возможно. Ну, потерпевшая по изнасилованию, в любом случае, это женщина. Поэтому может ли мужчина изнасиловать свою собственную жену? И в 20 веке некоторые ученые, юристы говорили, что нет, это вообще невозможно, потому что, выходя замуж, женщина как бы априори дает свое согласие, в том числе и на интимную связь. Ну, правда, потом возобладала, конечно, более, скажем так, ну, здравая мне позиция, что все-таки это возможно, но там, соответственно, при определенных условиях. И, ну, тем не менее, даже такой вопрос рассматривался. А вот в украинской практике, да, непосредственно в этого нововведения, там, по факту, срок за, возможно, ну, за изнасилование, да, своей супруги, он выше, чем за изнасилование просто, ну, любого другого человека. Получается, изнасилование в браке, оно получается более тяжкое преступление, чем просто изнасилование где-то на улице. Хотя вот, вспоминая западную судебную практику, там муж мог подать в суд на жену за неисполнение супружеского долга или наоборот, да, когда жена могла подать мужа, да, то есть, по сути, не столько уж, наверное, европейские ценности. А у нас такое бывало, нет? Чтобы муж... Да, да, за несоблюдение этих супружеских обязанностей. Ну, в моей памяти не помню таких процессов. Ольга, ну, конечно, народ, безусловно, да, он высмеивает подобного рода нововведения, это, в принципе, логично, да, потому что они, вероятно, абсурдны, но объективно, вот, проблема домашних тиранов, она по-прежнему существует. И, если говорить с психологической точки зрения, вот, подобного рода юридические направления, они, в принципе, могут улучшить, наверное, взаимоотношения в семье или, наоборот, они еще более пагубно будут сказываться на возможности их наладить? Ну, я всегда вот в этом месте пытаюсь говорить, в принципе, о формировании, вот, ценности, о каких-то таких вещах, которые, в принципе, связаны с воспитанием людей, с воспитанием молодежи, ну, о каких-то, корни вообще находятся вообще в другой сфере, вот, корни. Мы как-то сильно стали, вот, отрываться от истинных ценностей, понимаете, ценности семьи, от ценности отношений, от ценностей дружбы какой-то. Мы все, вот, вот это стало сейчас рушиться, и это все невротизирует людей, и общество, и... Наверное, скоро и дружба будет по согласию, да? Совершенно верно, вот это вот, вот я на это примерно и намекаю. Поэтому эту проблему решать нужно как-то совершенно глобально в другом ракурсе, вот. Потому что мы, когда мы не имеем теплых отношений, например, дружбы, любви, мы испытываем опять тревогу, которая потом опять у нас, так сказать, бурлит, бурлит, и мы начинаем на ближнем опять выплескивать. И вот этот, как снежный ком, нарастает вся эта агрессия, насилие и так далее. Ольга, ну, я вот немного послушал вас, да, мне кажется, вы в большей степени на стороне мужчин, да? Ну, вот если говорить о домашнем насилии, ну, хорошо, ну, вот представим такую ситуацию, да, ну, вероятно, таки бывает, когда там пьяный муж, да, который там пропил всю свою зарплату, пришел домой, там, избил жену на радостях зарплаты и там изнасиловал ее к тому же. Вот, а как защитить женщину? У меня вопрос в том, почему женщина остается после этого с этим мужчиной? Да, ну, вот здесь психологический уже аспект. Да, и поэтому, да, и поэтому, если мы видим один раз, два, три, потом смотрим год, пять, десять, мы точно понимаем, что это зачем-то нужно женщине, ну, конечно, это бессознательная глубина, но это, конечно... Один, два, три, вот Владимир, наверное, подтвердит, да, что все-таки сейчас есть ответственность, да, за домашнее насилие. Кстати, вот накануне у нас декриминализировали побои, и теперь админответственность, да, только со второго раза. То есть, по сути, первый раз мужчина имеет право избить жену, да, а уголовная, соответственно, со второго или далее наступает. Вот, по сути, статистика по домашнему насилию в России, она все-таки, ну, так скажем, не лучшая, да, оставляет желать лучшего, да, но если мы принимаем изменения, да, и делаем послабление в законодательстве, разве это не усугубит ситуацию? Ну, дело в том, что абсолютно это не всегда приводит, скажем так, упрощение, ну, каких-то там декриминализация, скажем так, деяний приводит к увеличению числа, допустим, преступлений. Обычно, ну, законодатель, ну, во всяком случае, теоретически должен исходить из того, что если действия какие-то происходят постоянно, и они повторяются, скажем так, достаточно большое количество раз, то здесь или надо менять уголовный закон, потому что, ну, все не могут же его нарушать, или надо что-то где-то менять, какую-то профилактику проводить. Поэтому где-то декриминализация была, наверное, с этим и связана. Если же брать, допустим, поправки к закону, который сами даже, ну, скажем так, большая часть общества говорит, что они абсурдны, то, по большому счету, это вот здесь очень большая, скажем так, угроза того, что правосознание просто преломляется, и никто не будет воспринимать серьезно вообще эту статью Уголовного кодекса. И если раньше, допустим, все понимали, за изнасилование тебе грозит тюрьма, все, то сейчас ситуация будет доведена до абсурда, и теперь никто не будет понимать вообще, что такое изнасилование, и за что тебе грозит тюрьма, за что тебе не грозит тюрьма. Это все приведет к тому, что на самом деле ситуация только усугубится. Ну, хорошо, а вот, да, понятно, как можно урегулировать подобного рода вопросы, да, на законодательном уровне, вот, чтобы это не сводилось к смехотворной ситуации, как в соседнем государстве, да, вот от юридического сообщества звучали какие-то внятные предложения по этому вопросу, или может вы, как юрист, есть какие-то задумки, которые бы помогли? Ну, насколько я понимаю, в России статья изнасилования не менялась, она, в принципе, и юристов с точки зрения своего состава, и правоприменителей, скажем так, и правоохранительные органы устраивает, то есть в ней все понятно, и достаточно, я считаю, что, ну, нет необходимости менять эти нормы. То есть здесь четко прописано, применение насилия, угроза применения насилия, это доказуемо, это понятно, это понятно и, скажем так, обвиняемому, понятно, и потерпевшему, ну, и, соответственно, как бы это приводит к тому, что, ну, фактически это и как играет и профилактическую роль, то есть когда понятен закон, как его, что и как его исполнять, то, соответственно, и человек тоже ведет себя в соответствии с этим законом. Ну, а на Украине сейчас без бумажки ты букашка, да? Ольга, ну вот если продолжать тему и домашнего насилия в том числе, да, вот вы сами сталкивались на своей практике с такого рода поведением, с жалобами и что посоветуете, наверное, людям, которые имеют отношение к этой проблеме? Проблеме насилия в семье? Ну, вот я уже сказала, что, на мой взгляд, мне почему-то так кажется, что в последнее время стало этого меньше. Почему? Потому что сейчас каждый примерно, ну, понимает, что если у меня вот такая ситуация в семье, ее нужно как-то менять и сейчас гораздо реже, по сравнению с прошлым временем, вот будут держаться ради детей, что соседи скажут, что там мама с папой скажут. То есть браки сейчас не сохраняют вот так жестко, чтобы там, да, бы кто не сказал. То есть сейчас народ достаточно свободный стал, и женщины, то есть поэтому слишком большой проблемой, вот она все-таки, мой взгляд, сходит на нет. Ну, когда такие проблемы существуют, вот, ну, существуют, вот что здесь советовать? Ну, иногда бывает, что мужчина, ему не свойственно быть насильником в семье, ну, я имею в виду больше агрессию, не насилие в этом смысле, о котором вот закон, а там, например, там руку поднял. Бывают у мужчины неприятности на работе, депрессия, тогда вот он сам жалеет, как я мог это сделать. То есть это такие штучки разовые, мы тоже понимаем, что-то случилось, он кается и больше не повторит. А когда это хронические вещи, ну, тогда это вот нужно кардинально решать. Ну, видимо, у парламентариев сопредельного государства это все-таки хроническое, да, и учитывая, если они принимают подобного рода поправки, но мы будем надеяться, что в нашей стране все-таки закон будет законом, а интимная жизнь останется интимной жизнью. Господа, я благодарю вас за беседу, зрители, за внимание. Увидимся уже на следующей неделе в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.